Итак, я всех приветствую, дамы и господа. Сегодня будет мини рост. Легендарки немножечко поапаем, которые скопились. Синьки пока трогать не буду. Следующий рост я пропускаю, коплю, коплю и буду апать синьки уже под башню яму опять. Пока что начинаем рост. Не забывайте забирать вот эти изумрудики три дня подряд. 200, но все равно мелочи приятно. По поводу башни будет отдельный ролик. Вот осталось мне две победы одержать, но там конечно было жестко. Ну а сейчас у нас рост, соответственно погнали. Надо 10 раз там улучшить героев. Я думаю три, наверное, максимум четыре задания выполним и все на этом закончим. Так, соответственно, вот мои легендарочки. Ну и начнем тогда со снэка. Два, три. Так, вот здесь пробуждение у него конечно жестко. Первый и второй вообще ничего не дает, кроме атаки этого. И только на третьем пробуждении 47 он будет красить атаки. Ну, мы его пробуждаем и погнали дальше уже на одиннадцатый уровень. Там ну докуда сможем, соответственно. Четыре, пять. Как обычно, не повторяйте моих ошибок это называется. Я забыл взять бонус. Точнее даже два бонуса. Один это эволюция, соответственно. И один это на карточке. Вот только что я профукал немножко золотишко. Поэтому не повторяйте таких ошибок. Это печально заканчивает. Восемь надо еще два раза нам опнуть карточки. Где там снэк? Добить его. Вон как раз. Раз и два. Все. По 22 крадет теперь. Еще там четыре висит у меня духовные связи на него. Это еще там даст, по-моему, 15-15 статов. Получаем и 50 изумрудиков. И, соответственно, идем 15 раз улучшать дальше. Видео будет коротеньким, потому что не собираюсь сейчас ничего глобально прям менять. Вот такие есть легендарки. Сейчас немножко подкачаем. Здесь маловато, жалко. Увеличить. Пробудить бы его. Пробуждение будет 52-36. Хочется мне, Юрика, все-таки посильнее. Сейчас мы его... Опять же, не повторяйте это за мной. Не надо вам этого. Это чисто я делаю. В основном для того, чтобы просто можно было эти карточки использовать в каких-то колодах, которые я смотрю. Мне уже сейчас, в принципе, изумруды эти не настолько важны. Я достаточно их добываю, чтобы не париться. Особо по этому поводу. Ну вот, посильнее немножко будет. Вот как раз 47 в линии. 61 на 41. Меня это устраивает. Чуть-чуть мы по уровню просеяли. Два уровня буквально. Ну, потом будет 80-50 и 58. Так, это сделали. Кого-то я еще хотел улучшить. Так, здесь у нас пробуждение 0.78 тотем изначально. Он у нас и сейчас 0.78, но на 11 он будет 118. Плюс 13. И пробуждение плюс 5. Но мы его еще качнем. Давайте Худу тоже. Как раз мы его там на 6, по-моему, возвращаем. Да, 118. Сейчас мы его пробуждаем. Следующее пробуждение будет еще лучше. Но, опять же, все время буду повторять. Не надо повторять это за мной. Вот, 118 мы вернули. То есть, единственное, что пока мы немножечко просаживаемся по здоровью. Ну, 64 на 55. И как раз мы сделали 15 улучшений. Забираем 100 изумрудов. И надо нам сделать 25 раз. Есть у меня там еще легендарочки, которые нужно подразвить. Так, во-первых, у меня вот что есть, да? Да, на 11 уровне. Давайте его сделаем. 470 у нас остается. 23, 10 на 64, 5 на 40. Отлично, это улучшается. Вот. Следующее пробуждение. Третье пробуждение одно из самых сытных. Вот так, если брать. Ну, сейчас мы нехило поднимемся, на самом деле, по поводу генерала Зармы. Нужно потихонечку прокачивать все карточки, потому что я стараюсь использовать, ну, все карты, пробовать разные сборки. Это интересно. И 30 в конце хода, и 10 уровень ничего сделаем. На следующем у нас плюс 8. И улучшится 18 на 103. Хорошо. 35 на 154 уже симпатично выглядит. Также у нас есть варлорды, которых можно поднять. Черная вдова. Рикси пару раз можно вроде. Гейша. Гейшу можно еще разочек. Или два даже. Да, даже два раза. Замечательно. С этим разобрались. Есть еще пират. Его я вроде повышал. Джимми. И Джимми повышал. Так, игрок. Норд. Норда не повышал. Еще разочек. И пряник. А, пряник это у нас Огр. Вот на пряника я вроде тоже не поднимал. Так, во-первых, Бурый Медведь можно повысить. Пару уровней. Это тоже все идет в зачет. Шаману можно поднять. На следующем как раз 40 шипы будут фаната у меня нет. У меня есть пряник. Пряничка поднимаем. 22, 23. Ну и Огр у меня на максимуме. Так, и есть у меня еще Void. Тоже его можно поднять. И как раз выполним мы это задание. Реклама постоянно. Очень стало много рекламы выскакивать. Крайне навязчиво на самом деле. Так, 200. Ну, в 40 раз. Ну, в принципе, можно еще вот 40 раз сделать. И на этом закончим. Так, кого-то мы там еще вроде можем поднять тень. Тень можем поднять. Два уровня, да, два уровня. 640 здоровья, хорошо. И Фрита. Также два уровня. Следующая способность будет 25 перед атакой. Ну, и Фрит это отдельная тема. Не очень мне нравится, если честно, герой. Такое себе. Очень такое себе. Так, можем поднять. Кернуна. На 11 не хватит, к сожалению. Ну, будет вот так вот. 61-65. Потом улучшится. 18 будет к расти врагов. При смерти призывает тотем. Да, 18-056 тотем будет призывать. Так, 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 так. Вот, есть у меня лот. Вот, выпал он мне с магазина желаний. Ну, и, соответственно, карточка на него немножечко нападала. Так что можно его догнать, получается, нам до... 6-го, да, пробудить. Пробудить. На следующем пробуждении первое умение будет увеличиваться. И еще немножко подкачать. По 15-шке будет наносить в начале хода. 8-11. Ну вот. Так, еще кого мы можем... Кого-то я хотел. Ага. Есть у нас немножко поднять Нинила до 6-го уровня, что неплохо. 4-4 будет призывать с отравлением. Есть у меня Тесла, которая тоже требует подъема до 11-го уровня. Ну, можно догнать. Вот до куда получится, до 10-го, до 10-го, до 10-го. На следующем будет выглядеть уже вот так вот. 9-16 и на 5. Угу. Приснется герой, но наносит 9-16. Так. Есть всеми любимый, соответственно, король Таурус. Так, так, так. А вот я еще... Ага. Хотел я Савуню наконец-то сделать. Накопилось ее карточек немало. На 11-м вроде она должна быть пробуждена у меня. Так. Пробуждение улучшится Сова. Ну, значит, пробуждаем. В этом случае вот немножко поиграбельнее станет. А то очень много сейчас Саву используют, я смотрю. И я когда беру ее в пачке, эта пачка очень сильно проседает сразу. Еще три раза. Все, 40 сделали. Можем мы ее... До 11-го нам не хватит чуть-чуть. Сделали мы 40 раз. Получаем 350. И следующий у нас 650. 70 раз. Вот здесь уже, честно говоря, не знаю, делать, не делать. Стоит ли оно того. По легендаркам тоже такое уже. Помогу я, конечно, вот еще тут. Дьявола. 70 раз. Ну, давайте уж гульнем, да гульнем, что. Сделаем мы и дьявола. 11-ый, пробуждаем его. Это улучшается сразу смерть. При смерти то, что он урон наносит, 56 становится. Ну и сейчас еще немножко увеличим. Хотя бы сам дьявол станет мощнее. Тоже, кстати, он сейчас очень нередко попадается, скажем так, в борках. 8, 9, 10, 11. Можем еще раз, но не вижу смысла. Тратить 11 тысяч здесь уже за 10 здоровья нерентабельно. Все равно его обычно либо салят, либо так сразу убивают. При атаке наносит двадцатник, 23 всем героям и 77 тысяч. При смерти. Неплохо. Также, что у нас есть? Пробуждение. Мы можем уже сейчас ее пробудить, что мы и делаем. И будем качать потихонечку. До 11-ого получается. На 11-ом еще раз пробуждаем. Тут должно хватить карточек. 5-5 по проклятиям. 8, 9, 10 и 11. Пробуждаем. Сразу изначально проклятие становится 8. 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый, 10-ый, 11-ый. 13 на 8, 19 на 103. По-моему, очень даже неплохо она выглядит. Эволюционировать, конечно же, я не буду. Смысла не вижу. Грэмари у нас и так сейчас неплохо выглядит. 11-ый уровень, 2 пробуждения. Так, из эпиков. Что у нас еще тут может нарисоваться? Так, ну давайте разок Владу дадим. Бедолага, на него у меня вообще карточки не падают. Очень слабый Влад у меня. Всего лишь одно пробуждение. И вот кое-как я его вернул на 6-ый уровень. Вообще не падают на него карточки. От слова совсем. Так, пробуждение на 16-ом, понятно. Так, что у нас еще по легендаркам? Можно немножечко бастет подкачать. Потому что, ну, совсем она у меня слабенькая. Давайте вот хотя бы пусть по 16 наносит. Сейчас ее 141.50. Так, сейчас найдем ее эпическую версию. Ближник. Где-то у нас... Где-то у нас бастет. Вот она. Эволюционируем ее. Как я и говорил, окошечко никто, конечно же, дело не планирует. Чтобы нам ввести и спокойно эволюционировать. Нет, зачем? Все, сделали. Ну и повышаем. Ну вот, 16 на 8. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Все-таки чуть-чуть, но поиграбельнее она будет. Так, кого я еще хотел улучшить? Так. По-хорошему надо, конечно, его гнать. Потому что сейчас он вообще практически неиграбельный, можно сказать. В таком состоянии, как он сейчас у меня выглядит. Ну, так вот хотя бы сотка. Ну, здесь будет уже двадцатник. Все-таки двадцатник поинтереснее было бы. Так. Разок можно Жанну прокачать. Жанну, Жанну мне тоже не везет категорически, вообще ее не падает. От слова совсем. Так. Ну, здесь у нас пробуждение на одиннадцатом. Можно просто загнать ее. На три уровня. Восьмой. Девятый. На одиннадцатом она, соответственно, будет подлить вот так. Пятьдесят руна на шестьдесят один. Так. Сколько нам осталось сделать улучшений? Двадцать четыре раза. У нас сто тысяч. Сейчас надо тогда поискать, кого мы можем здесь улучшить, чтобы не сильно затрат на это у нас вышло. Так. Для пробуждения требуется одиннадцать и сто восемь из карточек. Десять четырнадцать. Сейчас он шестнадцать двадцать пять. Можно просто его, в принципе, на одиннадцать поднять. Вот так вот сделать. Да. Давайте так и сделаем. Двадцать восемь на сорок шесть и наносит четырнадцать уронов. То есть пока так на одиннадцатом и болтается. Так. А нам нужно поискать тех, кого можно и пробудить, и подкачать. Так. Восьмой. Восьмой. Шестой. Она у меня укачанная. Пробужденная. Да. Пробужденная. Вот. У меня есть. Госта. Госта даже не знаю. Ну давайте еще немножечко. Чайную ложечку подкачаем. Вот так пускай будет. Вот так пускай пока и остается. Сто шестнадцать. Тринадцать. Девятнадцать. И тринадцать пробой. Но лучше так, чем я ее пробужу. И только хуже от этого будет. Со стриком так же вообще не прет. Вот что нападало. Могу я его там на десятый уровень повысить получается. Ну даже на одиннадцатом это будет вообще крохи. Просто крохи. И пробуждение. Надо делать на одиннадцатом. Но пока не получается. Так. Здесь у нас тоже одиннадцатый уровень. Так же одиннадцатый можно делать. Вот здесь есть пробуждение. Пробуждаем нашего кактуса. Эль Мариачи. И гоним его. И еще раз повторюсь. Не надо за мной повторять. Я это делаю все-таки больше для будущего, скажем так, контента. То есть, чтобы герои, ну, хотя бы немножечко подлезали под ту лигу, в которую я играю. Если собирать уж пачки. Десять. Ну, вот как раз хватает. Одиннадцать. Прокачали. Так. Здесь у нас так же пробуждение на одиннадцатом. Здесь получается 14.28. Ну, почему бы и нет. Сейчас погоним их тогда. Пытаемся в этом случае. Так. Есть у меня так же немножечко жабы. Но опять же, стоит ли оно того? Нет. Так. Диплиуса пока не вижу смысла. Кто-то у меня там был еще из таких, кого можно качнуть. Из эпиков в том числе. Сейчас найдем. И подкачаем. Так. Здесь пробуждение на шестнадцатом уровне. Здесь уже дороговато, конечно. У меня, в принципе, все подогнаны. Да. Вот тут даже на шестнадцатом еще можно 60 на 147 и сделать. Либо можно пробудить. Но я не вижу в этом, если честно, смысла. Потому что мы теряем. Если бы следующее пробуду было, я бы пробудил прямо сейчас. Потому что здесь бы еще и атаки больше было бы. А так опять набирать 29. Это вообще никакой роли не играет. Так. Четыре сто. Ну, нет, наверное, сейчас эпики-то и смысла трогать особого нету. Так, давайте тогда по легендаркам все-таки посмотрим, что мы еще можем. Можно кобу увеличить немножко. Седьмой, восьмой дать ему. Можно смертушку чуть-чуть подкачать. 66. Так, найти бы еще кого-нибудь тоже с пробуждением бы. Кто уже готов к пробуждению. Вот. Вот кто у меня есть, кого я хотел прокачать-то. Как же я про тебя забыл-то совсем. Все, 70 раз сделали. Изумрудики забираем. Ну, и на этом, соответственно, я свой рост закончу. Еще 400 я получил. В принципе, неплохо, но это был так скорее все-таки. Рост такой совсем уж проходной. Немножко просто лег поапал. Но, опять же, я повторюсь, не надо за мной это дело повторять. Это просто, ну, для, скажем так, я все-таки делаю для того, чтобы более выглядеть в лиге. Чтобы карточки эти, ну, вот тот же самый Дьявол сейчас, например, уже может заходить в пачку. До этого он был, если честно, слишком слаб, чтобы в ней играть. Сейчас вот Дьявол уже все-таки, как ни крути, ну, 84 на 67, 77 это хотя бы что-то. То есть до этого было сколько там? 56, по-моему. Вообще ни о чем. Вот такой вот ролик получился. Все, что касается роста до небес. Повторюсь, не надо повторять мои ошибки. То есть возьмите сразу гильдейскую скидку. Либо дожидайтесь здесь скидку. В идеале еще и постараться дождаться либо Мидаса, либо еще что-то, чтобы была скидка на золото. Если вы хотите уж по максимуму. Если у вас там 3 миллиона, например, и вам еще нужно будет золото докупать. То тогда лучше, конечно, скидку бы дождаться. И потом спокойно ее пройти. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Ну, рост выполнили. Не забывайте, еще раз повторюсь, забирать здесь изумрудики. 200 штучек получится на халяву. Ну, я говорю вам спасибо за просмотр. И пока, репет. Пока-пока. Пока.